Пой! 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 Нападение на мотоциклиста произошло на пересечении улиц 1-й Красноармейской и Сибирской. Инцидент зафиксировал видеорегистратор одной из проезжавших мимо машин. На кадрах видно, как белый автомобиль Cadillac с тюменскими номерами останавливается на светофоре. Водитель включает аварийную сигнализацию, затем вместе с пассажиром выходит из машины. В руках бейсбольные биты, которыми они начинают избивать байкеров, а после вмешательства других автомобилистов уезжают. Потерпевший мотоциклист рассказал комсомольской правде. Они подошли сзади и ни слова не говоря начали бить нас битами по голове. При этом они понимали, что бьют девушку. Они кричали, будешь сопротивляться или пойдешь в полицию, мы убьем твою бабу. У меня шлем разбит с двух сторон, у девушки тоже. По словам полицейских, мотоциклист отделался легкими ушибами. Полиция разыскивает нападавших. А в Кировском районе смертельную травму получил 51-летний велосипедист. По предварительным данным, водитель Лады Гранта, превышая допустимую скорость, двигался по Ласвинской в сторону улицы Гальперина. Допустил съезд на правую обочину дорожного полотна с последующим наездом на велосипедиста. В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель Лады был пьян. Всего же за двое суток с признаками опьянения задержаны 163 водителя. Больше всего 36 человек в Перми, 12 в Чайковском районе, 11 в Березняках и 8 в Соликамском. Ознаменовались минувшие выходные и ночной погони на улице Ушакова. Видео последствий выложили в сеть очевидцы. В ночь с 9 на 10 июля автоинспекторы заметили машину, водитель которой нарушал правила. В ответ на требование остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться. В ходе погони произошло столкновение автомобилей полицейских и нарушителя. Выяснилось, он управлял им, не имея водительских прав. Всего пострадали три автомобиля, включая патрульный. Инспекторы ГИБДД выясняют подробности ДТП. Елена Еговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.